Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Наступила третья декада февраля, самое время приступать к посевам перца. И если в начале февраля перец сеяли только те огородники, у которых имеется теплица, то в конце февраля сеять перец нужно всем. До конца месяца нам необходимо посеять все позднеспелые, среднеспелые и можно даже ранние сорта перцев. На первую декаду марта можно оставить лишь скороспелые и карликовые сорта с самыми короткими сроками вегетации. Остальные сорта нужно сеять уже сейчас, ведь у перцев, так же как и у баклажанов, более длительный срок от всходов до плодоношения, да и период от посевов, вот когда мы сейчас посеем и до всходов, тоже длиннее этот период, чем у томатов. Сегодня я снова сею перцы и хочу вам рассказать, какие рекомендации нам дают специалисты по поводу посевов перца, что нужно сделать, чтобы получить крепкую, здоровую рассаду. Вчера я вам показывала весь процесс, как я заглубляла, как я закрывала все, а сегодня начну все сначала и более подробно. Хочу напомнить, что для получения качественной рассады ей необходим свет в течение 12 часов в сутки. Если у вас не хватает естественного освещения, но вы хотите посеять вот сейчас в феврале и получить здоровую рассаду, нужно повесить дополнительные лампы и подсвечивать рассаду с 8 часов утра до 8 часов вечера, менее 12 часов для перца недостаточно, они очень цветолюбивые. Перед посевами я показывала подготовку тары, снова сейчас я не буду все это показывать, единственное я скажу, что старые лотки я помыла, в новых сделала отверстия для стока лишней жидкости, все, также показывала, как я готовила заранее грунт, разморозила, просеяла, увлажнила, протравила. И вот этот грунт теперь у меня вот здесь в лотке. Вот я его насыпала, вот он лежит. Грунт в лотке нужно выровнять, слегка уплотнить. Я это делаю просто осторожно, утрамбовываю ладонью и немного увлажнить из распылителя. Поливать ни в коем случае не нужно, я просто методом опрыскивания, вот так вот опрыскиваю перед маркировкой и вообще всю поверхность, чтобы немножко, чуть-чуть смочить. Все лотки я смочила, немножко подождала, когда осядет он немного грунт. После этого поверхность маркируем под посевы, то есть намечаем бороздки и те места, куда мы будем раскладывать наши семена. Если планируете посеять с последующей пикировкой, то бороздки можно делать на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга. Вот у меня вот этот лоток, там где будет с последующей маркировкой. Это опять же зависит от того, вы можете выбрать 3 сантиметра вот это расстояние, можете выбрать 5. Это зависит от того, в какой фазе, впоследствии вы будете проводить пикировку сеянцев. При ранней пикировке расстояние между рядами можно уменьшить, как при ранней пикировке. Например, появился один настоящий лист, вы сразу рассадите. В этом случае можно делать почаще ряды. Но если вы будете делать позднюю пикировку, то есть будут у вас расти эти перцы до 3-4, даже 5 настоящих листьев, это тоже возможно, то это расстояние необходимо увеличить. Вот я делаю частые, а если вы долго будете здесь держать, то нужно дорожки делать пореже. Ну и отдельная история, если вы будете перцы сейчас сеять вообще без пикировки. Видите, вот этот лоток, он промаркирован совсем по-другому. Тут перцы, которые не будут вообще пикировать. Если перцы пикировать совсем не собираетесь, то размещайте вот в таком, в одном большом лотке, в таком же, не более 20 растений. И расстояние между бороздками должно быть не менее 7-8 сантиметров. Вот видите, уже здесь вот такое расстояние. Вот, вот, как часто здесь у меня дорожки, и как редко здесь. Вот идеальный вариант для выращивания без пикировки, это 18 растений. Я делаю вот такую сетку, по 6 в ряду, 3 ряда. 18 штук для выращивания без пикировки в одном лотке идеальный вариант. Во избежание грибковых заболеваний сплошного полива грунта в лотке лучше, ну как, избегать, не делать, поливать только бороздки, в которые будем укладывать семена. Вот, например, вот здесь я буду сюда укладывать, я здесь и буду поливать только эти места, чтобы лишний раз не переувлажнять. Вот в такой влажный грунт буду раскладывать. Поливать рекомендуется не водой снова, а питательными растворами. Это могут быть стимуляторы роста, такие как эпин, экопин, эффектон, любые, или растворы гуминовых удобрений. Если нет никаких фабричных, магазинных, можно настоем золы, разводить золу и поливать настоем золы. Во увлажненные теплым раствором бороздки семена раскладываются на расстоянии 2 сантиметра друг от друга. Это при посеве с последующей пикировкой. Вот эти вот семена, вот одно семечко, от одного до другого у нас должно быть 2 сантиметра. Ну, конечно, до миллиметра не обязательно вымерять, но примерно. При использовании метода посева вот этого без пикировки семена вы раскладываете по вашему плану, вот который мы замаркировали, из расчета там 18-20 растений в лотке, но в этом случае необходимо использовать спаренный посев. Видите, он спаренный посев, по 2 семечка, с последующим удалением второго семенца. То есть, вместо одного семечка необходимо положить 2. Вот там, где будет один кустик, кладем 2, еще 2, еще 2. Потому что, если мы положим по одному семечку, а вдруг вот это, вот это, вот это не взойдет, и у вас будет полупустой лоток, но подсевать уже вы не сможете. Время пройдет, и будет поздно подсевать. Вот посев без последующей пикировки можно производить и в отдельной емкости, не так, как у меня здесь показано, а в стаканы или в кассеты. Но выращивание рассады именно в лотке имеет свои преимущества. Какие? Грунт в маленькой таре, такой как стаканчики, чаще пересыхает, и за этим нужно будет очень внимательно следить и чаще поливать. Те, кто работают, очень занятые люди, в лотке вам будет проще. Вы лоток раз в неделю польете, и вот этот общий большой объем грунта, он высыхает реже, меньше. После того, как все семена разложены, можно засыпать бороздки. Я засыпаю этим же самым грунтом, он у меня отдельно вот здесь, сейчас покажу, он у меня отдельно в лоточке. А, я еще забыла упомянуть. Вот семена после того, как мы разложили, я еще туда спичкой заглубляю в эту влажную землю, вот так заглубляю, заглубляю. Если у вас бороздка глубиной примерно полсантиметра, еще на полсантиметра вы заглубите, то покрывать нужно очень-очень тонким слоем земли. Просто бороздку выровнять с землей, все, вот так. Ну, это я вчера все показывала. Выровняли. Сверху не поливать, а просто можно увлажнить из распылителя или если грунт этот влажный, которым вы закрывали, просто прикрыть полиэтиленовой пленкой. Почему мы не поливаем верхний слой? Верхний слой мы не поливаем, потому что при подсыхании, если мы польем, на поверхности земли образуется корочка и перцы, особенно баклажаны, им тяжело пробить эту корку, они будут поднимать здесь этот верхний слой. Под полиэтиленовая пленочка будет влажный, грунт, комфортные условия. Когда вы лоток поставите в теплое место, вам останется только ждать. Перцы могут зайти и на пятый день, а могут и на четырнадцатый, пятнадцатый. Это зависит от качества семян, но каждые два-три дня нужно поднимать пленку и проверять, не показались ли петельки всходов. Как только увидите вот эти маленькие петельки, сразу убирайте пленку, чтобы не было, они могут тоже загнить там быстро во влажной среде. Пленку уберете, все. Дальше опрыскивайте, поливайте потихоньку, это уже другая тема, но если перцы долго не всходят, поверхность почвы придется несколько раз сбрызгивать для увлажнения. Опять же, не поливать, сбрызгивать из распылителя. Опасайтесь переувлажнения почвы в сильно мокром грунте семена могут загнить, так и не проклюнувшись. Или проклюнутся, взойдут и заболеют черной ножкой, если будет сильно мокро. Если вы будете выполнять вот эти простые рекомендации специалистов, вы обязательно вырастите здоровую крепкую рассаду перцев. Каждый садовод-любитель со временем, потом с годами, выбирает свои методы посевов, выращивания рассады, но в самом начале огородной истории вы все-таки должны, мы должны знать, что нам рекомендуют специалисты. Я тоже не всегда выполняю все рекомендации, иногда жизнь вносит свои коррективы, но если у меня есть время для выполнения этих рекомендаций, я все-таки стараюсь их придерживаться. Самое главное, что рекомендуется, не сеять густо, не переувлажнять и сильно не засыпать. Все. Вот три важных, самых важных фактора успешных посевов. Выполняйте их и у вас все получится. Желаю всем дружных всходов. До свидания. С вами была Ольга Чернова и мои посевы. Вот сегодня я сею перец. О том, как именно вот этот вот посев, сейчас я делаю, я вчера показывала, как я сею загущенный с последующей пикировкой, как без пикировки сеять, как в лотках, как в кассетах, как в стаканах, я буду рассказывать отдельно, если будет время. Но вот вчера уже сняла видео, как я сею вот часто-часто с последующей пикировкой. Это самый удобный способ, я его использую много лет, только из-за того, что при пикировке все больные и слабые растения я отбраковываю. А здесь у нас небольшой выбор, когда будет их всего 18 штук, если какое-то одно заболеет, то будет потеря. До свидания. Желаю всем хороших посевов схода.